Мусульмане, иудеи и православные – лидеры трёх мировых религий республики. И участники межрелигиозного форума посадили деревья на территории Духовного Центра имени пророка Иса Нирима. Все вместе в этом же есть и красота, и сила, и богатство нашей Родины. И то, что Владимир Абдуалевич Васильев начал, доброе дело, зелёные километры. Мы тогда думали, это где-то, наверное, через месяц закончится. Оказывается, это бесконечный был, этот километр зелёный. Видите, продолжается. Мы можем многое преодолеть, мы можем многое достигнуть. И именно к этому и сегодняшняя акция, она и приурочена, чтобы мы, озеленяя город, давая ему жизнь, сами внутренне омолаживались, сами внутренне становились чище, и в мире согласия, творили много-много добрых дел. Хотелось бы, чтобы таких акций было побольше, и молодёжь приурачивалась побольше к таким акциям. Чтобы понимали, знали, что не одним днём мы живём, не сегодня, так завтра всё равно это ещё будет продолжаться. Поддержать экологическую акцию и показать добрый пример молодёжи приехали также представители власти республики. Это только первый шаг. За любым делом надо ухаживать. Поэтому я призываю всех, кто здесь, мы должны сохранить эти деревья, чтобы они выросли. Их надо поливать, ухаживать за ними. Я уверен, что в этом году у нас тоже ряд муниципалитетов продолжили эту акцию и на следующую весну, и на следующую осень. То есть, на самом деле, этот процесс будет бесконечным, пока у нас зелёные лёгкие Дагестана не наполнятся со своей силой. Данное место получит большое притяжение и людей, которые приезжают в Дагестан, в столицу. И я надеюсь, что они, после того, как эти деревья сегодня нами посажены, разрастутся, смогут сидеть в тени этих деревьев и размышлять о духовном, о нравственном. Строительство духовного центра ещё не завершено, но уже сейчас он объединяет практически всю республику. Участники форума – студенты и общественники. 400 человек посадили около 200 саженцев сосны и берёзы. Было очень приятно сажать вместе с представителями православной и мусульманской общины. Мне удалось даже два дерева посадить, берёзку и сосну. Дай бог, они вырастут. Удастся через несколько лет приехать сюда и посмотреть на построенный, открывшийся центр, и посмотреть на деревья, в посадке которых я участвовал. Аллея трёх конфессий – это ещё один шаг по укреплению мира и согласия между представителями трёх мировых религий. В Дагестане никогда не было межконфессиональных конфликтов, и это уникальная аллея тому подтверждения. Прийти сюда отдохнуть сможет любой желающий, независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи. Хамзан Румагамидов, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.